О чем мечтает Симур, 14-летний подросток Центра помощи детям? Как исполняются мечты детей, уже нашедших свой дом? И о чем мечтают сотрудники дома ребенка «Солнышко», который в этом году отмечает свой 85-й день рождения? В этот центр Тимур попал два года назад, когда его мать, совершенно не занимавшуюся воспитанием сына, лишили родительских прав. Тимур пришел сюда в куртке с капюшоном, до половины закрывавшим его лицо. Он сторонился всех и ни с кем не разговаривал. Выяснилось, что он даже не ходил в школу, а только бродяжничал. В центре есть традиция – утром обниматься и желать друг другу хорошего дня. Тимур же выходил из комнаты, скрыв лицо капюшоном и не замечая никого вокруг. Но прошел год, и из закрытого подростка он превратился в доброго и жизнерадостного парня. У него даже появились свои увлечения. Ему очень нравится спорт. Он себя видит в спорте, в футбол, и хотелось бы еще какие-то единоборства. Он у нас ездил играть в футбол, очень радостный. Заняли они хотя бы пятое место, но все же он у нас смог работать в команде, играть. Очень хочет он еще заниматься тайским боксом или самбо. Поэтому мы ищем сейчас для него секцию. А еще Тимур мечтает о собаке. Собака – друг, собака – собеседник. Собака дает безусловную любовь, но главное – собака – защитник. Питболлер, ротвеллер – такие спортивные собаки. Он уверен, что справился бы с дрессировкой таких собак, готов обучиться этому, но пока живет в государственном учреждении, это невозможно. Зато возможно подойти ближе к своей цели. Тимур решил после девятого класса поступить на газоэлектросварщика. В этом году он наконец-то вместе со всеми ходит в школу, и, как отмечают педагоги, ему это нравится, возвращается с улыбкой на лице и с удовольствием делает уроки. Чуткий, скромный и душевный – так характеризуют Тимура сотрудники центра. Собственно, это сразу бросается в глаза. Принимая участие в съемках, он немного стеснялся. На вопросы отвечал одна сложно, но разговор поддерживал. Сейчас Тимур уже принял традиции центра – оттаял. Во-первых, мы с ним обнимаемся. Это такой шаг, такой прорыв для нас и для него. И в последнее время мы с ним очень много говорим о семье. Он наконец-то начал хотеть в какую-то семью. Он выражает уже желание, что, может быть, куда-то в гости съездить, посмотреть, как люди живут. И если ему там понравится, если он понравится, то, возможно, что он сможет и найти какую-то семью. Возможно, он, как говорит, что родными эти люди, может быть, не станут, но близкими людьми они могут стать. Ты хочешь семью вообще? Ну да, можно было попробовать. Какие должны быть люди? Не знаю, как объяснить. У меня ни разу не было приемной семьи, не знаю. Любовь и защита. Скорее всего, именно этого Тимур ждет от приемной семьи. Семьи, которая поможет исполнить ему две главные мечты – заниматься самбо и воспитать собаку. Потому что образование газоэлектросварщика он, конечно же, получит и так. Но, может быть, в семье эта цель трансформировалась бы в другую, как, например, чудесным образом меняются цели, стремления и мечты у приемных детей Натальи Кожаевой. Степа, 11 лет, в семье 5 лет. Диагноз – спинобифида. Приехал к нам в инвалидной коляске. Через несколько месяцев он пошел сначала с палочками, с костылями, потом сейчас он какое-то расстояние может пройти без опора. Ну и очень важная наша победа, когда я его забирала, говорили, что он абсолютно необучаемый, отсутствует логическое мышление, что учиться никогда не будет. Степа учится по программе восьмого вида, он перешел во второй класс. Он пишет прекрасно, он читает, он понимает, о чем читает. У меня-то первый такой ребенок, да, и я сейчас вот этот этап, путь прохожу, и мне сейчас иногда бывает страшно, иногда какие-то ситуации меня пугают, мне кажется, как же он будет с этим жить. А специалисты в один голос, все вот преподаватели, которые у нас, учительница, ей уже за 60, она уже много таких детей, она говорит, вот вы просто даже вообще не переживайте, он будет жить, он будет жить самостоятельно, он будет себя обслуживать, он жить самостоятельно, он сможет. Вова, 20 лет, забрала его Наталья в 17 лет. Моя гордость, моя любовь, это Вова, который уже выпустился у меня два года, как вышел из моей семьи, забирала в 17 лет из дома инвалида, с уровнем обучения, что в 10-м мы проходили программу, начинали с 6-го класса, ну такой вот уровень обучения. Сейчас закончил второй курс института в Москве, вот последнюю сессию сдал без единой четверки полностью, на одни пятерки, учится на юриста. Тимур, 11 лет, год общения на гостевом. Тоже солнышко, помощник, ну есть проблемы с гиперактивностью, да, вот это вот, потому что Тимур всегда везде, и всегда под ногами, под руками, всегда мешается, вот, ну, что для меня, на самом деле, после тех моих детей, которые в колясках и передвигаются, для меня было немножко проблемой, да, потому что он постоянно был везде, вот, но мы ждем в сентября, мы сейчас вот оформили документы, мы идем записываться на футбол, у нас есть мечта, мы хотим быть футболистом. Ильяс, брат Тимура, 13 лет, год общения на гостевом. Ильяс, когда я первый раз пришла в приют, и когда стала разговаривать с врачами, сказали, что у него есть опухоль растущая. Перед Новым годом, так как они у меня были на гостевом, я не видела медицину, но я знала, что было МРТ перед Новым годом, и знала, что МРТ было весной. Буквально вот на прошлой неделе, когда я знакомилась с личными делами, с октября эта опухоль перестала расти. За тот год, который он даже просто ходит в семью, у него перестала расти опухоль. Таня 13 лет, Саша 15 лет, Алена 5 лет. Маленькая семья. Наталья год приглядывалась к ребятам и буквально месяц назад забрала их. На самом деле сейчас такой процесс выстраивания отношений. И отношения выстраиваются, и вот пару дней назад буквально Саша ехал в машине, и так случайно сказал, мам, ой, тетя Наташа. Ну, это, наверное, уже много о чем-то говорит. И когда я перед сном вот на днях тоже позвчера-позвчера подошла, вот Таню поцеловать, обняла, говорит, Таня, я тебя люблю. Она, можно сказать, кинулась на шею, тоже обнялась, сказала, я тоже вас люблю. Да, еще будет проблем много, сложности будут, но это все преодолимо. Потому что я же говорю, что надо, главное, понимать о том, что не насколько мне тяжело с этими детьми, а насколько им тяжело там, в детском доме. В октябре вот так же в свободную минуту за одним столом соберутся сотрудники «Солнышко». Дом ребенка отметит свой 85-й день рождения. Это первый дом ребенка в Самаре, открывший свои двери для детей-сирот еще в далеком 1933 году. Все этапы новейшей истории в этих стенах сотрудники прошли вместе со страной. В 30-е сюда отправлялись дети репрессированных, в военные годы с оккупированных территорий и дети, родители которых ушли на фронт. После войны сюда помещали изъятых из неблагополучных семей малышей, а в конце 90-х – социальных сирот, от которых отказывались уже сами родители. В начале 2000-х дом ребенка «Солнышко» стал единственным в области, принимающим малышей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин. И все эти годы сотрудники «Солнышко» старались не только восстановить здоровье своих подопечных, подарить им тепло и ласку, но и сделать самое главное – найти каждому семью. Самому маленькому 24 дня, самому большому 6 месяцев. В этой группе, к счастью, детки у нас не задерживаются, и по истечению месяца полутора буквально их забирают в приемные семьи с дальнейшим установлением. Это очень отрадно. Дом ребенка уникальный в каком плане? У нас здесь работают врачи-педиатры, врач-невролог, лор-врач, педагоги-дефектологи, воспитатели, педагог-психолог. В поликлинике они все в разных кабинетах сидят. Мы здесь ребенка видим со всех сторон. Это дети, ничем уже не отличающиеся от домашних детей. Наша основная задача – изъять из трудной жизни ситуацию, когда ребенок попал, сделать и социализировать этого ребенка, научить определенными бытовыми навыками и самая основная интеграция в семью. Мы их тут любим, жалеем. Мы для них и мама, и папа, все для них. Ну а как стать настоящими мамами и папами для этих малышей, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «Право на маму». Субтитры создавал DimaTorzok